При подсчете суммы похищенных средств в России не будут учитывать уплаченный НДФЛ. Такие изменения вступают в силу с 8 декабря. Если был похищен доход, ну, например, заработная плата или еще что-то, не будет учитываться НДФЛ, который был удержан налоговым агентом и перечислен в бюджет. Это позволит для тех граждан, которые совершили преступление, скажем так, снизить размер хищения. Потому что раньше, если, например, произошло хищение заработной платы или какого-то иного дохода, учитывался весь объем целиком, включая налог, перечисленный в государство. Сейчас вот этот вот объем денежных средств будет учитываться без налога. Также с 8 декабря повышается размер минимального штрафа за нарушение охраны труда. Раньше он был от 3 до 5 тысяч рублей, сейчас от 6 до 10 тысяч. Это касается крупных предприятий, где есть коллективный договор, металлургических, нефтепромышленных и других. С 11 декабря начинают действовать изменения в закон о содержании подстражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений. Например, увеличен до 4 лет возраст ребенка, который может находиться вместе с матерью в следственном изоляторе либо в доме ребенка из правительного учреждения. На данный момент они могли находиться своим ребенком только до 3 лет. После этого возраста ребенка у женщин забирали и должны были отдать либо родственникам, если таковые есть, и они заявили желание заботиться о ребенке, либо отдать в детский дом. Сейчас этот возраст подняли до 4 лет. Я думаю, что тренд на гуманизацию, на общую все-таки у нас семейные ценности сейчас в почете. И даже если женщина совершила преступление, ее-то ребенок никакого преступления не совершал, и любой ребенок имеет право находиться вместе с своей мамой. И чем дольше он находится вместе с мамой, тем лучше и для ребенка, и для матери, и для будущей социализации этого ребенка. С 11 декабря в России начинают действовать поправки в закон о въезде и выезде за рубеж. Введены основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт могут признать недействительным. Сейчас вводятся 15 таких оснований, и недействительными паспорта становятся с момента истечения их срока, изменения фамилии, имени лица, на который выдан паспорт, и ряда других оснований. Раньше у нас велись реестры только выданных заграничных паспортов. Сейчас будет также вестись реестры и недействительных загранпаспортов, что означает, что и в момент выезда на границе, если пограничники, сотрудники пограничной службы будут проверять и найдут паспорт в реестре недействительных, Ну, понятно, такого человека не выпустят за границу и не впустят в Российскую Федерацию. Кроме того, вводятся новые правила, связанные с обязанностью сдавать загранпаспорта. Многие люди, когда услышали эту новость, удивились, что, собственно говоря, изменилось. В общем-то, у нас, например, люди, допущенные к гостайне, мы знаем госслужащие, сотрудники оборонных предприятий, раньше свои паспорта сдавали в так называемый секретный отдел. Но это было исходя из инструкции делопроизводства самих этих организаций. Сейчас это введено в ранг нормативного акта. Все граждане, которые допущены к государственной тайне, предполагающей запрет выезда из Российской Федерации, которым ограничен выезд из Российской Федерации на основании судебного решения, все эти граждане в течение пяти дней с момента наступления вот этих обстоятельств, препятствующих выезду из Российской Федерации, обязаны сдать свой паспорт туда, где, собственно говоря, они его получали. 15 декабря начнет действовать новый перечень должностей для иностранцев, которые могут упрощенно получить российское гражданство. Через полгода работы по профессии из этого списка мигранты могут обратиться за видом на жительство без разрешения на временное проживание. При этом нужно, чтобы работодатель начислял страховые взносы в страховой фонд. А через год работы человек может получить гражданство России упрощенно. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.